Так, ну что, наступил понедельник И в понедельник приехал инспектор Проверять нашу рвишку Клиенты ее покупают Заказали инспектора, который будет Два часа заниматься Инспекцией Автомобиля Вот сейчас, похоже, генератор проверяет Вот он приехал, занимается Просто Инспекцией, то есть проверяет Все неисправности в автомобиле Все, все, все Кстати, эта услуга, его стоит 344 доллара За два часа Два часа он будет ходить вокруг машины и все проверять В общем, уехал инспектор Посмотрел машину Лазил, там лазил Я ему, естественно, задал вопрос Чувак, что ты там нашел? Ну, естественно, он мне все там перечислил Колеса надо поменять Еще там что-то Ну, естественно, если его работа заключается в том, чтобы найти За это ему платят Найти какие-то проблемы, какие-то поломки То, естественно, он что-то найдет, правильно? Например, сказал Генератор нужно на диагностику Потому что услышал, что я карбюратор туда новый поставил И помпу новую Ну, конечно Теперь надо сертифицированная диагностика И я понимаю, что В принципе Здесь система так устроена Что он будет нести ответственность В случае какой-то аварии Или несчастного случая Которая случится с клиентом Который купил эту рвишку Позвонила мне эта бабушка Помела И сказала, что Передумала, не будет покупать Потому что он ей насчитал 8 тысяч 8 тысяч За ремонт И сказала 5 тысяч немедленно В общем Облом Облом И Она Просит, чтобы я еще вернул Ей депозит Кстати, вы как думаете Депозит возвращать или нет И вот Когда я думал Ну, что же он там насчитал Я понимаю Да У меня 6 колес Два из них новые Мы поменяли в 4 старые По стандартам Действительно Больше 5 лет Если колесо используется Если колесо используется Это как бы запрещено Нужно новые колеса 4 колеса Если Не по такой цене По какой я покупал Естественно Он ей насчитал С заменой Наверное Я не знаю Ну, я так предполагаю Что от штуки До двух Ну, не знаю точно Дальше Диагностика Или, как сказать Обслуживание генератора Ну, я думаю Штука не меньше Дальше Крыша Ну, крыша Обрабатывается Тоже в РВИ С периодичностью Кажется, там Раз в 3 Или раз в 5 лет То есть Ее надо просто Мастикой пройти Чтобы там не было Никаких щелей И нигде не капало Значит Это надо сделать И он еще сказал Это не считая Мотора и шасси Он еще не проверял Мотор и шасси Двухчасов ему не хватило Вот А, и нашел там На двери у меня Одна такая Один такой крючочек Обломан Вот Надо поменять Не знаю Сколько он это насчитал Ну, в общем Вот такая ситуация Мамела передумала Я подумал Я решил, что Я не буду ее возвращать Никакого депозита Конечно Потому что По сути для меня Это получилась Большая проблема Ребят Проблема заключалась В чем В том, что Она приехала В субботу Сразу после обеда А люди Некоторые У меня хотели Приехать В воскресенье Посмотреть Один человек Даже был Который шел В понедельник Брать кредит Чтобы купить ее И я всем этим людям Отказал Я сказал Все, машина продана Потому что Я был уверен И теперь она Просто просит Еще и депозит назад Но, конечно Я его не верну Узнал В принципе Как это Работает Здесь С точки зрения Закона Значит Если Я частное лицо И продаю Машину То в принципе Я в праве Не возвращать Депозит И если Я не возвращаю Его То В данной ситуации Как бы Это является Моей гарантией Что человек Купил его То есть Ну собственно В чем же Смысл депозита В том, что Если ты серьезно Намерен Ну оставь деньги Которые Если что Ты потеряешься Ты передумаешь Я думаю Логично Вот Значит Ну максимум Самый худший вариант Который может Произойти со мной Она может Подать на меня В суд И мне сказали Что для нее Это вроде бы Будет стоить 50 долларов И после этого Меня вызовут К судье И судья Будет меня Опрашивать Спросит меня Что да как И в общем-то От судьи Уже будет Зависеть От вопрос Если он Скажет Вернее Деньги Ну тогда Мне придется Возвращать Если не скажет Значит Не надо Возвращать Ну в общем-то Я не думаю Что это дойдет До суда Я не думаю Что она Будет подавать Ну в общем Всякое в жизни Может быть Поэтому вот такая Ситуация В общем Вот такой облом Подкрался незаметно Фух Теперь надо Где быстренько Обновлять Объявление И снова Пытаться продавать В общем Ребятки Пожелайте мне Удачи Ну что Бабушка Начинает Упираться Там что-то Доказывает Мне Пытается Депозит С меня выбить Ну я и сказал Что в общем Мое окончательное решение Я депозит Не верну Не думаю Абсолютно справедливо Вот Все Объявление Опять запустил Теперь ждем Новых клиентов Надеемся Что скоро Появятся новые Потому что В этом ценовом Диапазоне По сути у меня Ну как бы И конкурентов То нет В основном Орвишки Есть такие Старенькие Совсем Там в районе 10-15 тысяч И много Орвишек Выше 30 тысяч Вот Это именно Я говорю О домах На колесах Которые с мотором Есть эти Трейлеры Без моторов Там немножко Подешевле Диапазон цен Так Ну вот такие дела Ребят Все На этом Буду видео Заканчивать Увидимся Завтра Давайте Пока